Всем доброе утро, ребята! Я сегодня утро начну с вами с завтрака. У меня здесь малина, мед, мусс с малиной тоже. И я вчера варила гречку, специально сварила побольше, чтобы завтракать вот так вот гречку с молоком. Я в детстве обожала такой вот молочный, я бы даже, наверное, сказать, супчик, да, такой, просто гречка, молоко. Ну, здесь сливочное масло, которое было в самой гречке. И я ее гречку эту не досолила, в общем, она практически безвкусная, поэтому я сюда добавлю совсем немножко вот этого вот меда суфле, чтобы придать немного сладости. Вот, и буду смотреть Мастер Шеф детский пока завтракаю. Так что всем, кто кушает, приятного аппетита и напишите, любите ли вы вот такие вот молочные супчики. Я их люблю с садика. Я еще любила в садике с макаронами. Ну, лапша такая была тоже с молоком. Мне очень нравились такие молочные сладенькие супчики. Так что всем приятного аппетита. Мы, кстати, сегодня с Ваней утром еще сходили в больницу. Помните, мы сдавали с Ваней кровь, делали аналитику, которую нужно делать каждый год, проверяли, в общем, анализы мочи и крови. Вот, и сегодня мы забрали все наши результаты, и доктор нам все объяснил, показал. В общем, у нас все в пределах нормы, так что ничего лечить не надо, все у нас хорошо. Сказали, что мы очень здоровые и показатели очень хорошие. Так что в следующий раз, когда нужно будет эту процедуру повторить, это в следующем году. То есть здесь есть дата 14.05.2018 год. Так что нам нужно будет в следующем году, в это же плюс-минус время, опять сдать все анализы. И уже доктор будет сравнивать, изменились ли показатели за вот этот вот промежуток времени. Но я на самом деле очень рада, что у нас все хорошо, у нас и холестерин, и сахар в крови, у нас все абсолютно в норме, гормоны в норме. В общем, все в отличных показателях, так что я очень рада. Думаю, эти документики надо сохранить, убрать их в документы. Я вообще сегодня весь день посвятила правам. Я делаю тесты, как я уже говорила, нужно сделать несколько кругов этих тестов. Это те же самые тесты, которые будут на экзамене, поэтому их нужно решать, 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 чтобы понимать, чтобы знать, какие стороны слабые, которые нужно подтянуть, подучить. И я этим делом всем занимаюсь. Я себе, знаете что, я раньше делала тесты, и там получается, когда делаешь тест, ты делаешь какие-то ошибки, и потом эти же ошибки ты еще раз проделываешь. И мне стало интересно, сколько я делаю вообще в каждом тесте ошибки, и поэтому решила себе писать в блокнот номер теста, и сколько я сделала ошибок. И те тесты, где я сделала больше всего, большое количество, потому что вот из всех, которых я сделала тест, у меня есть один тест, сороковой, где я сделала очень много ошибок. И я его потом просто буду еще несколько раз пройду, чтобы понять, в чем моя проблема, где моя слабая сторона. Да, что я сегодня уже сделала около, сколько я, около 15 тестов. Но я вообще планирую сейчас еще сделать тестов 10-15. Вот, так что, да, и еще мне нужно сесть, посмотреть автошколу, которая у нас есть. И заодно отвечен на ваш вопрос, который вы пишете в комментариях, а не лучше ли записаться в автошколу, а не делать у дома постоянно эти тесты. На самом деле в автошколе все абсолютно то же самое. Теорию я уже прошла. И что в автошколе, что на дому, когда ты занимаешься, ты просто делаешь, делаешь, делаешь тесты, пока у тебя не будет тот уровень, когда тебе скажут, что все, можно идти на экзамен. Поэтому я не вижу смысла ходить никуда-то, если я могу все это сделать из дома. Если у меня там мозги уже все кипят, я могу 10-15 минут отдохнуть, там выпить кофе, покушать и обратно вернуться к изучениям. Поэтому вообще экзамен сдается, да, ты идешь, записываешься в автошколу, и оттуда тебя уже направляют, не знаю, как по-русски это называется, и ты там делаешь экзамен теоретически. Поэтому, да, я думаю, я занимаюсь, 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 еще раз занимаюсь. Вообще сегодня хочу по-максимальному сделать, так как Ваня после работы еще поедет к технику проверять мопед на исправность. Ну, вообще тоже нужно периодически проверять, все ли хорошо работает. Поэтому он придет немного позже, чем обычно. Поэтому я хочу использовать это время. Хотела сказать опровечарить, потому что на испанском использовать это опровечарить, и это слово постоянно крутится, опровечарить, альтимпо. Вот. И что вот такие вот у меня делишки. Сегодня я вот занимаюсь, я позавтракала, и вот с того момента, как позавтракала, я все делала, 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 делала тесты. И я стараюсь делать тесты не на скорость, а именно внимательно читаю каждый вопрос, каждый ответ, и вникаю в него, чтобы его понять. Поэтому у меня, ну, занимает довольно много времени один тест. Я могу делать его очень долго, но при этом с довольно хорошим результатом в финале. Ой, Кусяша тут рядом со мной, как обычно. Эта красавица никуда не девается всегда со мной. Кстати, буквы до сих пор светятся. Я в шоке, просто в нереальном шоке. И еще вообще по плану, знаете, что я сегодня хотела перетащить свой стол бьюти с этой спальней детской, ну, которая будет у нас детская. Господи, что тут тащит. Вот. И я хотела вот этот стол перетащить уже в ту комнату, ну, не знаю. Я боюсь поцарапать просто полы, поэтому, наверное, подожду в ваню. В общем, я не знаю. Я хочу уже потихоньку все переносить в ту комнату, если я... Ой, зачем я заключала? Если я все это начну делать, то, естественно, пойдет прогресс. Вот. Потому что сейчас у нас в этой комнате стоит стул. Посередине ковра стоит тумбочка, которую я тоже буду наполнять. И инструменты Ванины, но он их не убирает, потому что нужно сюда еще зеркало и освещение приделать. Поэтому вот так. И вот здесь на комоде у нас лежит вся наша аппаратура, которой мы пользуемся. И стабилизатор, и чего тут только... чего тут только нету. А вот это вот очень волшебный пакетик. Здесь у нас подарочки, всякие вкусняшки. Вот это вот обалденно вкусные конфеты. Вот. И вот эти вот конфетки тоже вкусные. Еще у нас есть халва. У нас запасов очень много. Наши родственники, которые живут в России и в Украине, очень за нас переживают. Потому что шлют нам просто неимоверное количество всяких вкусняшек разных. Просто. Просто-просто. Вот еще что это у нас тоже халва. Еще бабулечка моя выслала мне такой вот журнал с различными рецептами. Нужно будет обязательно посмотреть, что тут можно такого интересненького, вкусного, привкусного приготовить. Потому что выглядит все очень даже аппетитненько. Так что вот любовь к готовке у меня на самом деле от бабушки. Потому что моя бабуля всегда любила готовить. У нее всегда было много разных книг, разных журналов с рецептом. У нее была своя книга рецептов, которые ей досталось тоже то ли от мамы, то ли от бабули. Ну, в общем, много у нее разных рецептиков. Она всегда любила экспериментировать, пробовать что-то новое. Окрошка! Надо будет как-нибудь окрошечку сделать. Ой, смотрите. Вкусная диета. Супчик, похоже, что с морепродуктами и сыром фета. Надо все это дело почитать, посмотреть. Ну, выглядит круто. Всем привет! Я вернулся с работой, потом съездил, кстати, сделал мопед на ревизию. И сейчас Катя у нас что-то задумала сумасшедшее. Задумала сумасшедшее? Я такая! Сумасшедшая Катя задумала сумасшедшее. Что ты задумала? Я? Да. Я хочу хорошую студию. Студию хочу. Ты говорила, что мы кому-то отдадим? Нет? Ну, в общем, кому-то здесь не будет. Мы его уже предопределили. Катя сама перетащила стол. Я был в шоке. Да, Катя у нас и такой магет. Вот, сейчас, я думаю, все-таки исполнить то, что Катя меня просила уже 30 тысяч лет назад. Чтобы я присверлил сюда это зеркало и освещение. Вот, наверное, сейчас сделаю. Потому что я сел тут, кстати, на балкончике. Вот здесь вот сидел. И мне нужно одну работу выполнить. В общем... То есть, убрать вот это, ты чем будешь сверлить? Ну, да. Но стол не убирай. В общем, мне нужно по практике, так как я ее закончил. Иззнать... Ну, испанский информер, я не знаю, как будет по-русски. Типа отчета? Ну, да, типа, что-то о проделанной практике, что я там выучил, чему научился. Там, о компании написать. Короче, такой бред. Я сел писать. И мне что-то такой облом стало. Я думаю, не, лучше что-то руками поделаю, чем посижу, попишу. Потому что что-то как-то завтра напишу. Сегодня не хочу, так как у меня. Я уже профугал сроки. Мне давалось 10 дней. Вот. Я совсем забыл. У меня просто прошло письмо, и я его вовремя не прочитал. И, в общем, сегодня уже 13-й день. Поэтому какая разница на день больше, на день меньше. Если я... У меня было 10 дней, а уже сегодня 13-й день. Поэтому с данным завтра. Тем более, мне еще никто ничего не написал. Фу, не люблю всякие вот эти вот отчетности писать. Так, бред. Вообще, ужас. Не понимаю, зачем. Потому что я разговаривал. Мы вдвоем с парнем с одним делаем практику. Ну, делали практику. И он тоже эту работу написал. Он уже давно сдал. И он говорит, такой бред. Может, там еще определенное количество страниц нужно написать. Это минимум 8 страниц. От 8 до 10 страниц нужно сдать эту работу. Он говорит, я написал, у меня было 6 страниц. Мне нужно было еще 2 страницы что-то там написать. Он там всякий бред придумывал. Потому что нужно заполнить 8 страниц минимум. И, кстати, там один из пунктов он написал. Чем можно было бы улучшить. Практика это предмет. Это предмет практики. И он написал, что уменьшить количество страниц. Отчета. Отчета, да. Потому что бред. Бред полный. Ладно. Все, буду делать. Ну да. Надо сделать. Сейчас я вам покажу. Я уже это делаю в третий раз. Покажу, как крепится зеркало. В общем, есть 4 таких крепления. Сейчас вам. Сейчас сблизи покажу. Вот эти они не двигаются. Нижние они просто вот так вот присверлены. И вот здесь вот так же. А верхние они поднимаются вот так. То есть зеркало вставляется сюда вверх. Приподнимается. И потом так чик. И все. И оно уже никуда не денется. По бокам я сделал еще по два крепления. Для того, чтобы прикрепить освещение. Сейчас вот, в общем, все забацает. Уже близится к завершению. И все. Продолжение следует. Продолжение следует... осталось только протереть всем и в принципе нет током убьет а и включает об а чё вторая не работает много включи выключи подстава блин видать где-то отошел провод сейчас это все нужно разбирать смотреть так дубль 2 на в общем когда я вот эту часть разбирал там один провод отошелся поэтому эта штука не работала потому что она идет отсюда в провод сюда и оттуда войдет в розетку вот но она все теперь очень грязная в следах и на очень плохо моется так что удачи я думаю к утру ты закончишь то я думаю не вот не вот так туда его бери с этой стороны он на столе не видно было короче но эту часть осталось доделать ну кстати будем помогать им они же нам помогали и мы будем помогать но мы помогаем из-за того что они нам помогали вопрос потому что наша семья чувствуете вот и получится там ноги в комнате заберет какой-то мебель своем и мы определим точнее у нас родители вот эту твою штуку уберем в ту комнату потому что она пустая пока будет там стоять вот я поставлю здесь штативы мы еще с тобой освещение здесь пописим но она будет здесь наверно фех ну феха в смысле постоянно ну его можно будет снимать но она будет как бы на основной здесь так вот туда тоже перевезем и нужно повесить о давай повесим кнопки не сегодня нет на сегодня я уже все убрал посмотри я не ругался тебе тут убираться неделю все ребята а не уже спадки я буду монтировать влог так что всем спокойной ночи и всем пока-пока а а и и и а и а и а